Надо будет картошку варить, еще что-то сходить. Интересная тема проведы. Вот сейчас можно... Нет, не только интересно, это все равно сегодняшний наш, ну как бы, такая, вектор нашего общения, самозащита, самообороны. Но мы подключаем разные точки зрения, разные взгляды на это. И порой бывает мы, ну как бы, заглядываем еще в другие коридоры человеческого бытия. Ага, ага. Немой, пользуясь словом, да, скажем так. То есть это как бы первый уровень, что ты должен от кого-то защищаться. А следующее, что кругом друзья. То, что я говорил, в армию пришел, и у меня настрой был не то, что там не надо от кого-то защищаться, а кругом друзья. Ну просто они пока не знают об этом. И им, допустим, им, коллегам, легче согласиться, чем им. И тогда все хорошо. Мне вот на поте очень нравится. Но там у меня были как ощущения, я вам передам. Ну, парню вспомню. Отвезли вот в май был, да, и потом на север, а там еще смерть. И вот тучи, вот, представляете, там, потом. И еще такой момент отягчающий, что я пошел на два года служить, а служили три. То есть, представляете, когда приходят молодые бойцы, а люди там по три года служили. Да, это переживание, переходное такое. Как они могут относиться? Только доброжелательно. Максимальная доброжелательность. И вот я только смотрю, такие маленькие грязные матросы такие, как черты такие. Я такой, ё-о-о, и думаю, куда я попал? Мне же два года бить придется. А потом сам себе отвечает. А что два года? Они же сколько-то отслужили, наверное, их меньше придется добасить. То есть, у меня вопрос не стоял, ой, а как я там буду, чего? Стоял просто вот великолепно. И меня поставили дежурным. Я говорю, ну, молодой, мочок, по-моему, даже. Ножик мне что-ли дарят? Тут будешь дежурным, как кто-нибудь зайдет, кричит, дежурный баррадин на выход. Громко кричит. Громко можешь кричить? Конечно, мам. Тут заходит такой, как бужик какой-то. Это они мне тогда казались. А так вот, что, двадцатилетний, может, двадцатья одноветний пацан, но выглядел на городе. Ну, я такой. ДОЛЬ, 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 ДОЛЬ! Он такой, ну, что ты там делаешь? Ну, он же, может быть, ходил куда-то, или на корабле, я хоть знаю, я его не брал. Я говорю, милый, мне сказали, я кричу. Он такой, да я тебе сейчас, я говорю, да я тебе сейчас, я тебя зарежу и в отпуск поеду, скажем так. Вопросы есть? И еще раз говорю, дежурный баррадин на выход. Ладно, молчи, я. И он спокойно уходит. Это к вопросу, что это было? Я соблюдал инструкцию, скажем так. По инструкции мне очень понравилось это дело. Он. Спокойно. И тогда я, они, ой, кто это пришел? Милый, пришел, я свою работу выполнил, как бы, понимаешь, про чувство безопасности. Да ладно. Он, дальше продолжение было. Ну-ка, этого, говорит, кто там туалеты мыть, гонюнг? Вот этого давайте туда зашлем, типа, он же должен, это, жизни мучиться стоит. И меня, это, кого, куда, там, наряды распределить, ты же гневальный, должен работать. Ха-ха, хотел, слава сказать. Очень много работать, более емко здесь. И меня в туалет заслали, ну, в гольон. Я так обрадовался. Ну, вот, к вопросу, как, я бы мог сказать, бред, издевается. А мне-то как? Меня куда послали? Самое чистое место, оно должно быть, вообще, самое чистое. Да, в твоей календаре. Ну, самое чистое должно, чтобы... И вот я там пены навел, так все, мне так нравится все, потому что я же в медучилище учился. И, ну, в реанимацию, в операционной, то есть, ну, понимаешь, там должно быть чистое. И я, как будто, вот, безупречный. Безупречный. И я там мою, уже обед, как бы, а я все мою. И приходит этот самый. Ну, да, такой приходит. Здесь пищевар такой, да? Я его мою такой, стараюсь. Он, ну, как бы, я так стараюсь, он тоже подходит. Я говорю, он такой, а пописать-то можно? Я говорю, да с него пить можно. Не только писать. Он такой, ё, давай иди, иди уже обед, все. А я говорю, да подождите, у меня только стрижка. Иди, да, молюсь все. Я говорю, не-не-не, я так не могу, надо это делать, скажем так. И вот ситуация, как бы, мы говорим о самозащите, самообороне. И что произошло? Спустя много лет я понимаю, что я действовал согласно обстановке. И выходил вообще, не то что с наименьшими потерями, а просто вообще без потерь. И потом в Киев... Да, а ты-то даже победительный. Победительный? Всегда. Ну, всегда, ты всегда победительный. Потому что, да, ты, вот этот момент, мы, кстати, обсуждали. То есть человек тебя говорит, я пописаю, ну, как бы, он, может быть, так еще, это, может быть, с таким опломом, как бы, говорили, да, что так и нагло. И ты ему так сказать, ну, ты что, охренел тут, я еще мою, что, пришел? И началась бы комплектная ситуация, да? А так ржак, ну, вот. Да даже пить можно, типа. Хотите даже, я могу там налить, там, попробовать? Нет, ну, я… Нет, ну, я так только далеко не накопал. Ну, а, да, 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 да. Нет, ну, да, это правильно. Накодить или максимально… Нужные слова, скажите. Да, нужные слова. Блин, опасно, тепло становится. Нет, 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 не нужные слова, сейчас нашел, а вы сейчас… Нужные слова. Поэтому вот мы говорим, что безопасность, мир злой. Да он никакой, он какой есть. Нет, не то, что я хотел сказать никакой, простите меня, пожалуйста. Он никакой есть. Солнце сходит, дождь. Для кого дождь плохо, а для кого-то бегать в дождь. Сейчас погода как. Мне вот дождь хорошо, солнце светит вообще хорошо. То есть, ну, просто хорошо. Уж тем, твои мысли вы избили, видишь? Бролитические. Нет, мы с Северным флотом сбили твои. Твои избили. На стройке. Тихо, тихо, когда... Вы наполнили мои мысли. Еще знаешь с тем, что я вспомнил еще одну ведическую мудрость, что все знания, они применяются в контексте времени, места обстоятельств. Ну да, а давай... Он уже скипел? Да, он уже все. Что, давай, туда? Да. Давай, я этого тоже. Времени, места... Подожди, подожди, я сейчас чашки сейчас у вас... Да не надо. Да что? Ну как лучше, ну... Что-то там выжимаешь. Нет, подожди, сюда не надо мне налег. У него своя технология какая-то, ну ладно. Так, это я выкидываю. Вместе со стаканом. Что, это серьезно? Не показывай. Скажи мне. Сейчас еще. Ух ты, дима. Знаете? Да. Давай, я. Дай мне какую-нибудь. Да. Вот эту нашел, смотри. Дай мне. Все, открывай. Как красиво, а? И глючит. Понимаешь? Рядом. Все, вот и по поводу... Вот, сейчас я все забросну. А уже теплее, смотри, стало даже в доме, а? Да. Мне как история понравилась? Про северный флот. Песню вам сейчас, отрывок из песни по поводу северного флота. Двенадцать месяцев зима, остальное лето. Это такая песня про северный флот. Да? Да. Я там был три раза. Тебе папой научил эту песню? Нет. Дядя. Три раза был на... Сейчас мы ехали сюда, как раз звонил мой дяде, и я ему рассказывал про тебя. Да? Да. Про моряка северного флота, который служившего в Киеве. И он говорит, а что он там делал? Я говорю, ну так вот. Он сейчас не понял, он сейчас говорит, а, он на этом, на авианосце Киев служил или что-то такое было? Я говорю, нет. Он мне еще по пути историю про авианосца сказал. Я говорю, нет, он просто служил в Киеве, на киевской базе северного флота. Ладно. Там для всех флотов? Ножку убираем. Да? Подальше. Сахар? Сахар, да. Мы предлагаем, чтобы там были все флота. Да, Рустель. Говорит. Мы тебя слушаем. У нас тема расширена. Да, о ведической культуре. Мы расширяем для того, чтобы в конце концов прийти. Знаешь, как говорится? Мы начали же с того, что мы в контексте единоборств рассуждаем. А что, вот примерно, да? Нет, у нас разговор о боевых искусствах в разном. Мы можем это как в контексте единоборств, боевого искусства. Считайте в договоре мелким шрифтом, да? Ну, да вообще. Боевое искусство ведь предполагает, что ты должен оценивать собственные силы. Да? А собственные силы, это в какой-то степени, для того, чтобы оценить собственные силы, нужно обладать определенным мировоззрением, определенным уровнем сознания. Согласен? Вот как ты без понимания мира вокруг себя и себя в этом мире можешь начать какое-то общение, если особенно оно в контексте поединка. Ты не можешь понимать. Ты не можешь начать поединок, если ты не понимаешь ни себя, ни кто напротив тебя, ни как мир устроен. Поэтому мне кажется, что вообще единоборствами должна заниматься личность, которая идет в процессе сознания мира и формирования мировоззрения. То есть это должно быть два параллельных пути изучения единоборств, изучения и формирования мировоззрения. А для того, чтобы мировоззрение свое сформировать, нужно обязательно к авторитетным источникам. И их, в принципе, этих авторитетных источников не много. Это, на самом деле, мировые религии. Мировые религии формируют, так или иначе, нравственный аспект и духовный аспект человеческого мировоззрения. Либо атеистическое мировоззрение, коммунистическое, социалистическое мировоззрение. В принципе, говорить о западном мировоззрении, где царство наживое, о нем нельзя говорить? Западное мировоззрение, опять-таки, запад, просто это направление... Ну, в общепринятом слове. То есть западное мировоззрение, его, по сути дела, не существует. Потому что это... В любом случае, это капиталистическое мировоззрение. Да, это уже как бы немножко другой контекст. А вот если говорить о мировоззрении человека, которое должно формироваться, то здесь всегда авторитетные источники. И вот если о них говорить, то можно как бы наш сегодняшний диалог только этому посвятить. И мы только поймем, кто мы, кто напротив нас. И потом, чем мы обладаем, и дальше развивать эту мысль, и какими методами, как ты сам вначале говорил, что нужно сначала дистанцию. Вот это базовое... Дистанция, да. Дальше нужно, соответственно, цели человека определить, как ты тоже, мы все говорим, цели, свои возможности оценить, и так далее. И уже исчерпав все возможности, скажем так, сделать из человека друга, исчерпав все возможности, можно применить в качестве ученической учебной задачи, дать ему, условно говоря, одну шишку, чтобы он, эта шишка, его, может быть, достаточно будет одной шишки, а не сломанной руки, чтобы он понял о том, что, например... Не нужно двигаться в этом направлении. Не нужно двигаться в этом направлении. И дальше, дальше, соответственно, а если мы не будем полны мировоззрения, да, если мы не будем сами, в первую очередь, мастерами не единоборств, а мастерами, как бы, жизни, то мы, соответственно, можем где-то лишнюю шишку человеку дать, которая может для него быть последней. Да. Понимаешь? Поэтому здесь, если говорить о философии, как о разном, да, то получается, что корневой вопрос здесь именно о целостности личности того, кто обладает мастерством единоборств. А ты знаешь, что я... Самбали, там, Айкедон, сыном вот. Отломаешь меня? Пожалуйста. Смотри, я не стал отламывать, да? Переложил степень ответственности. А то бы он избежал, избежал конфликта просто. Да, а почему так? Он очень... Да, почему... Один раз я одному человеку... Смотри, даже не заметил, мы ему тут дифирамбу, дифирамбу поем. Буквально на днях разговаривали с сыном. О, ты сколько же сыновей. Старший? Старший, да. И по голове, вот такая шишка, да, бить. Опять, я хотел... Ну, ты образ. Ну, понятно. Ну, ты же Влад такой образ создал, а нужно, что две шишки, я этот образ веду. Ну, есть же поговорка, да, на ограбли наступаешь, сколько можно наступать, сколько шишек ты уже себе набил. А до сих пор не понял. Да? Здорово звучит. Ну, ментальные там, как бы, ситуации-то... Есть вопрос, непонятный. Сейчас, не знаю, может быть, это немножко в другое направление пойдет. Ну, зайдем. Потом обратно. Опять же про мировоззрение наших. Значит, вопрос сегодняшней ситуации, которая сложилась в мире, в частности в нашей стране, где введены некоторые в режиме ограничения, свободы передвижения и так далее и тому подобное. И они... Сохранение этих режимов налагается, как бы, запугиванием в виде штрафов. И я, значит, попал под один такой штраф. И, значит, итог... Нет, я его, конечно, я его не оплачивал. Но идея заключается в том, что я, как бы, сын, я написал о протестовании и так далее, сын прочитал, когда мой протест, он говорит, ну, ты что, с ума сошел? Ну, зачем ты так написал? Я говорю, ну, потому что я захотел так написать. А сыну сколько лет? Двадцать? Двадцать два. Я говорю, я потому что захотел так написать. Мое такое видение... Он говорит, нет, я тебя понимаю, но он говорит, ты же написал так, что в результате получится, что ты в любом случае не уйдешь от наказания. Тебе все равно сделают наказание. Я говорю, ну, пускай делают, я не буду, как бы, вот... Принципиально. Принципиальность, да, мою вот такую, что я не буду. Они говорят, ну, типа, могут сейчас там это, потом могут все убежать, да, потом вплоть до того, что может быть, как бы, административный арест. Типа того, там, на какие-то... Я говорю, они говорят, но ты посмотри, почему про шишки сейчас, почему вы поймете. То есть можно шишку, а можно ударом убить сразу. Допустим, в данной ситуации тот, кто делает шишки, ну, вот эти наказания, это я имею в виду шишки, типа показываешь мне. Сразу по башке так сильно дать, чтобы я оглохну, типа, 15 суток, невыгодно государству, которое заинтересовано в финансовой выгоде. Оно будет только стараться того, что мне не 15 суток, а все время получать выгоду. То есть чем больше шишек мне будут кидать, один штраф, второй штраф, третий штраф, шишки, 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 но никогда не будет... Но тебя не воспитает государство и не сделает из себя настоящего гражданина. Не воспитает. Не воспитает. Можно? Можно. Так. А заниматься... Вопрос меры. Наказательные меры. И какая мера наказательная? Мера должна быть исчисляемая. И мера должна быть такая, которая... Соизмерима. Соизмерима. Или она, мера тоже должна быть. Да, я можно... Какая там наказательная мера? Встань в угол. Тебя там на вид поставят, да, ну, или еще. Или же на меня наложат такое, как говорится, взыскание, да, что я просто не в силу, оно будет выше моих возможностей, или, может быть, будет... Не соответствовать проступке. Не соответствовать мере поступка, да, то есть, допустим... И ты не сделаешь необходимые выводы. Да. То есть, я уронил ложку, да, случайно. Ну, можно сказать. Или разбил вазу. И я, ну, разбил чашку, да. Можно, можно, мне такие наказательные меры сделать, что я только озлоблюсь. А можно мне сказать так, ну, как ты говоришь, да? Ну, и ладно. Ну, разбил, разбил. Ну, ничего страшного. Нет, я говорю, ну, и ладно. Ну, и ладно. Вот. Ну, и ладно. Но! Постарайся в следующий раз быть внимательным, аккуратным, чтобы все-таки не привести вот к этому. Правильно. А ты ничего не почувствовал, и будешь в следующий раз еще барзеть. Значит, вопрос стоит о том, насколько уровень у меня интеллектуального, ну, какого-то развития. То есть, мои... Насколько ты услышал. Насколько я услышал. Насколько уровень школьный патриотизм, городской и так далее. Понимаешь? А вот твой уровень должен был развить в школе. Да. Но! Знает ли тот, кто применяет ко мне наказательные меры, уровень моего... Он предполагает, что ты прошел школу, и в школе должны были вывести тебя на определенный минимальный уровень, где ты должен понять. Да ничего не. Я думаю, от этого не зависит. Если школа не выполняет свою функцию, то есть, она деградировала, тогда, получается, ты не пони. А вынесение наказания может ли быть... Вот смотри, уровень моего знания... Кто может проверить? Вот мы с тобой беседуем. Да, экзаменатор. То есть, некое... Компетентное лицо. Компетентное лицо. В этом вопросе. А он может быть и некомпетентен. Да. Или, ну то есть, в любом случае, это должен быть некий источник компетента, который будет что-то меня спрашивать, беседовать. Даже, может быть, я не имею такой объем словарного запаса, но он, понимая это, начинает меня выводить и вытягивать из меня вот эту нужную информацию. Я встречал таких педагогов, которые вот таким образом на экзамен, то есть, они видят, что где-то, может быть, как это, зажат по себе, как бы раскрывать, раскрывать, не подсказывая, а как бы вводя, 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 и вытягивая нужную информацию. Ну, вымучивает. Ну, типа, там вымучивает, но опять-таки, с кофе. Я к чему хочу сказать. Что теперь происходит? Вот опять, моя самозащита, да, по отношению. Вот сейчас моя самозащита в виде вот этого, ну, немножко как бы отдались я к штрафу, да? Болит, болит, да? Нет, 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 не болит, я некий пример привожу. Нет, болит, вот. А, правда, а мы же обсуждаем. Болит, у меня поэтому болит, я приехал сюда. Болит. Ё-моё, болит. Я приехал сюда с темой, да, болит, я приехал сюда с темой, с какой? Обсудите вопрос, самозащита, самооборона. И вот это... Это болит. Нет, вот у тебя штраф болит, забей. Я забил уже, но... Ты можешь писать вот это, столько времени потратить, да? Да я не про это, я уже не пишу ничего. Я просто написал, ты бы видел, что я написал. Лап, ты бы видел мой шудеров, понимаешь? Ну, не сошли, я здесь. Это я старый шудеров шудер. Те, которые уже... Кстати, клубника сейчас довольна. Клубника. Клубника довольна, да. Залат, видел снег? Вот вы сбиваете меня с мысли, вы пробите прямо на пополадку. А мы проверяем. Ты тверд, ты в своем намерении нам донести эту мысль. Потому что... Ты подведел. Ты подведел. Ты молодец. Смотри. Если ты и я, мы можем обсудить это. И ты можешь все-таки принять мои доводы к пониманию, что я хочу изложить. Вот представь, теперь ты со мной так же беседуешь, но перед тобой сидит не живой организм, который имеет чувство сострадания, нравственности, этики, порядочности, злобы, агрессии. Ну, вообще, все, что сейчас можно написать, да? Или электронный механизм. Или электронный механизм, который не принимает никаких... Извините. Ну, вот ошибся. Ну, вот как? У него нет понятия никаких человечества. Он мертвен. То есть, в нем нету... В нем есть, конечно, интеллект, безусловно, это механизм. Суда присяжных нет. В нем нет. И это наказание... Вот я поэтому и говорю, что хочу сказать, да? Мне пришло наказание не от человека, а от машины, в которой было заложено... Но он не учел обстоятельств. Нет, она не... у него так... алгоритм. У него алгоритм такой заложен. Я понимаю, что он издалека. Что мир сейчас поменялся, и теперь... Алгоритм кем заложен? Нет, нету человека с человеком. Теми. Алгоритм закладывается теми... Погранистами. Да. Ну, а тот... От кого? Кто ему указывает, как заложить алгоритм, чтобы сделать так, чтобы те люди, которые не могут никак... Этой видеокамере, этому электронному механику, мне как сказать, там, М34564 альфа, бета, гамма... Вот я здесь, потому что я не мог иначе. И тот, и тот... Ну, да, у меня тоже такая ситуация. Понимаешь, вот когда мы с человеком, ты можешь сказать, блин, у меня тоже такая ситуация не раз была. Ну, как Влад сейчас сидит, да, говорит. Вот у меня в армии такая ситуация была. А мы с ним, да, мы можем сказать, а у меня в жизни...